Подключаем к нашему разговору Андрея Пьянковского, это российский журналист, политический деятель. Андрей, вы в эфире, приветствуем вас. Приветствуем. Добрый день. Андрей, сейчас очень много разговоров не только в Украине, но и в иностранной прессе о договоренностях. Мир так или иначе приходит к этому, как скоро, непонятно, но уже на пороге. Зеленский, президент Украины, говорил о двух возможных типах договоренностях, которые могут быть либо синхронны, либо по очереди. Это коллективный договор о гарантии безопасности. Это какой-то новый условный Будапешт, где вместо отказа от ядерки будет что-то другое. Ну и второе, это конкретно российско-украинское. Что вы видите под первым и под вторым, и в каком формате, и как скоро? Ну, я думаю, что серьезные эти разговоры возобновятся через недели-две, после окончания так называемой битвы за Донбасс. Потому что Москва стремится получить какую-то, ну, иллюзию успеха, победы, которую усилил бы ее переговорные позиции. Что касается вот этих двух треков, ну, с Москвой это предполагается, собственно, переговоры о прекращении огня. Это невозможно назвать мирным договором или переговором о мире, потому что мир – это возвращение, восстановление территориальной целостности Украины, возвращение Крыма и Донбасса. Это можно достичь только на поле битвы. Поэтому московский трек – это прекращение огня. А так называемый договор о безопасности, ну, это некая такая замена членству НАТО, на которое по ряду причин, ну, прежде всего, по собственной трусости, Запад так и не готов пойти. Привлечение. Дело в том, что членство НАТО может забаллотировать любой Орбан, а государство, которое реально будет давать гарантии безопасности, они существуют, это Соединенные Штаты, Великобритания, Турция, Польша. Ну, вот смотрите, переговорные позиции могут пошатнуться, причем как с украинской стороны, так и с стороны Москвы. Причем при всем, что Москва всегда ставит какие-то определенные условия, и Киев на это должен приставать, причем при всем, что война-то на нашей территории, и гибнут наши, украинские граждане. И вот тут очень важный момент, на котором заявил президент Зеленский. Если Россия, а мы знаем, что сейчас в Мариуполе, находится кроме тех жителей, которые остались там, которых еще русские не успели депортировать на свою территорию, там остались украинские армейцы, представители вооруженных сил Украины, там есть волонтеры, там есть наши медики, и они не сдаются, и будучи блокированными со всех сторон, они держат оборону. Так вот, президент в интервью украинским журналистам сообщил очень важную деталь, что если Россия убьет наших защитников, защитников Мариуполя, это может завести какие угодно в будущем переговоры в глухой угол. Как же ж быть? Россия не сдается и не хочет уходить назад. Это совершенно правильное заявление. Я добавлю, что уже все то, что совершила Россия на оккупированных территориях, там в Буче, других, Ирпень, других пригородах Киева, уже достаточное количество преступлений, которое могло бы поставить крест на переговорах. В любом случае, основные вопросы будут решаться на поле битвы, и здесь, мне кажется, у Украины сильная позиция. С одной стороны, резко изменилось отношение Запада. Вот я слышал предыдущую беседу, все комментаторы правильно указывали, что Запад перешел к регулярной передаче Украине наступательных тяжелых вооружений. С другой стороны, кризис очевиден и национальный назревает в Москве между политическим руководством и Генштабом. Это начиная с 25 марта, когда генерал Рудской сформулировал совершенно иные позиции войны, нежели чем Горнокомандующий. Кризис разрастается. Сейчас уже говорящие головы Генштаба на кремлевских слов произносят такие вещи немыслимые еще несколько дней назад. Армия уже сделала свое дело, армию нужно вывести, армия не может решать вопросы донсификации, это вопросы политиков и самих украинцев. Просто вот эта решающая схватка между Путиным и Генштабом отложена до результата этой битвы на Донбасс. Но посмотрите, с каким настроением российские генералы идут на эту битву. Вряд ли она принесет какие-то очень позитивные изменения для Путина и его окружения. Ну и Андрей, продолжение вашего разговора о смене риторики, да, вот можно послушать даже Соловьева, который уже распекает буквально, распекает. У нас есть кусочек, давайте посмотрим, чтобы понимать, о чем речь конкретно. Конечно. Я в бешенстве от того, что произошло с флагманом Черноморского флота Москвой. Я просто в бешенстве. И когда мы говорим, что да, ему было много лет, да, да, он прошел ремонт, да, да, у этой серии кораблей действительно есть уязвимые места, родовые травмы. Я все понимаю. Вы мне только объясните, как вы смогли его потерять. Вы мне объясните, какого черта вы оказались именно в этой точке Черного моря, в это время. И мне не важно, что произошло. То ли две ракеты «Нептун», как говорят украинцы, и с каких это пор боевой корабль боится ракетного удара, когда у него стоит комплект, позволяющий ему бороться с такого рода ударами. Что, что-то было неактивировано? Хорошо. Даже удар двумя ракетами. Возник пожар боекомплекта. А что у вас противопожарной системы? Объясните мне, пожалуйста. Почему ваша противопожарная система не сработала, и корабль выгорел практически изнутри датла? Ну вот такая вот история, и даже вот в продолжении того, что говорил Соловьев, как риторика поменялась даже, да? Это вот то, о чем вы говорите сейчас, что что-то это означает. Это зависит. Армия не хочет воевать. Да, 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 да. И вот в продолжении... Вот это самое страшное для Путина. Команда с Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов находится под арестом после потери ракетного крейсера, да, и за адмиралом пришли люди в штатском, взяли его под стражу. Вот. А в феврале, напомню, он просто утверждал, что лично проверял возможности противовоздушной обороны на крейсере, подтвердив, собственно, боеспособность систем против ракетных ударов. Покажитесь. Вот, выведем сейчас, пожалуйста. Ну, то есть, это все говорит о том... Да, да, да. Ну, да, вот, собственно, этот, да, этот Игорь Осипов, этот адмирал, который сейчас уже под арестом. Какие у них одинаковые физиономии? Примерно такая вот у нового командующего Дворникова, Палача, Палача Алеппо. Кстати, вот эта замена, это еще одно выражение крайнего недовольства генералами Путина. Он поставил к ним начальника. Он и командующий Дворникова, который прославился тем, что в течение двух лет он уничтожал сирийские города, которые не имеют ни противовоздушной обороны, ни авиации. И, видимо, он предполагает, что так же легко у него пройдет и здесь, в Украине. В общем, в Кремле явное приближение к панике. И вот развязка всей этого конфликта будет связана вот с исходами этой битвы за Донбасс. Но все время больше сообщений, а будет ли вообще эта битва? Ее ждали... Сегодня, сегодня должна была начаться. Уже недели назад. Говорят, погода помешала, Андрей Андреевич. Дожди очень сильные сейчас по всей Украине. Сегодня в Киеве даже снег. И говорят, что вот именно погода помешала и останавливала. И когда будет ясная погода, где дожди закончатся, начнется вот эта вот горячая фаза. Поэтому не надо торопиться сейчас, мне кажется, в украинской стороне с переговорами. Москва должна быть больше заинтересована. Когда Москва приползет на эти переговоры, тогда и нужно будет с ней серьезно разговаривать. Хорошо, с Москвой разобрались и с трениями там. Теперь давайте об Америке поговорим. Сейчас новый пакет помощи 800 миллионов долларов. Это военная помощь Соединенных Штатов Украине. Там 11 вертолетов Ми-17, пушки разные, дроны и так далее и тому подобное. Это вот тот ленд-лиз, о котором все говорили? И насколько он эффективен? Да, то есть это уже не нужно измерять в миллионах, в миллиардах. Это ленд-лиз. Это сколько надо, столько и дадим. Сочтемся после победы. Это еще официально не утверждено Конгрессом, потому что утвердил Сенат, а Палата представителей была на каникулах. Вот на днях этот закон будет подписан президентом. Это как во Второй мировой войне. Кстати, Советский Союз так до конца и не расплатился по этому ленд-лизу. Но это уже другая история. Другая история, но очень важная. А сейчас вот хотели бы узнать у вас, Андрей Андреевич, по поводу гарантии безопасности в будущем для Украины. Как мы знаем, Зеленский сейчас, ну, с подачи, опять-таки, происходящего в Украине этой самой войны, с подачи украинской стороны формируется новый, можно сказать, такой альянс, не альтернатива НАТО, это параллельный альянс по безопасности и гарантии безопасности для Украины, в который, да, может входить и Великобритания, наш сейчас большой друг, даже с полученной штатами Америки, Турция, Италия. Насколько сейчас этот альянс и этот союз может стать настоящей гарантией уже в условиях войны? Настоящей гарантией являются вооруженные силы Украины и решимость украинского народа сопротивления. Но, конечно, это поддерживается проверенными, прошел естественный отбор союзников. Я не знаю, как там Италия оказалась, но оказалось и хорошо. А все другие, перечисленные вам страны, доказали делом свое отношение к Украине. И потом, Запад же понимает, что Украина сейчас сражается за него. В случае падения Украины появится опять вот тот толстомордый негодяй, который, помните, заявил, он, кстати, куда-то исчез в последнем. Собирайте свои манатки и убирайтесь вон по отношению к Западу. Очень изменилось, вы же обратили внимание, что Запад сейчас делает те вещи, которые он боялся делать еще несколько месяцев назад. Ну, те же МИГи, они же были сорваны, помните, были поставки сорваны, ЕС-300 и так далее. Произошел разговор. Председатель объединенного комитета штабов, генерал Милли, я уже не знаю точно, с Герасимом или кто там вместо Герасимова, о том, им надоели вот этот ядерный шантаж, и они четко заявили, что передайте своему главнокомандующему, что если он применит тактическое оружие, мы не капитулируем, как он почему-то предполагает, а мы нанесем такой же соразмерный удар тактическим оружием. У нас готовы для этого, мы создали для этого специальные ядерные силы на двух подлодках Огайо. Мы заменили большие боеголовки маленькими, как раз для обмена тактическими ударами. Поэтому этот шантаж не сработает. Может, вся эта история закончится, как в холодной войне, закончится, собственно, мы знаем чем, потому что если риторика такая возвращается, то уже как-то обнадеживает. Спасибо вам огромное. Андрей Пянковский, российский журналист, политический деятель, с нами на связи был. Более того, в подтверждении, скажем так, не хотели еще давать полтора месяца назад оружие в том количестве и объеме, в котором сейчас это направляется в Украину. А все еще почему? А мы еще вспоминаем, как Запад склонял президента Зеленского покинуть страну и, скорее всего, что руководить там, где-нибудь там, в Польше или еще где-то. Думаю, условную Тихановскую создать для Украины. Но...